Это не последствия выброса химических веществ крупного предприятия. Всему виной продукты человеческой жизнедеятельности. Местные еще помнят, как в этой реке водилась рыба. Однако никакой живности здесь нет уже более 15 лет. Нечистоты круглогодично стекают в реку, так что она не замерзает даже зимой. От запаха страдают жители окрестных поселков. Когда-то в зарослях на мелководье гнездились чайки. Теперь вокруг реки образовалась практически мертвая зона. Об отдыхе на ее берегах не может быть и речи. Местные давно знают о проблеме и обходят это место стороной. Урон наносится и фермерскому хозяйству. У нас выведены из оборота 2 гектара земли сельхозназначения. Так как канализация поселка Каменецкий выходит наружу из очистных, так называемых очистных сооружений. Идет непосредственно по полям. Поля уже все пропитаны канализационными стоками, стекают во враг и вот стекают в эту речку. Вышедшие из строя очистные сооружения поселка Каменецкий непросто найти. Путь к ним зарос многолетним кустарником и сорными растениями. 30 лет назад система еще справлялась с потоком. Однако последние десятки лет проблема приблизилась к катастрофе. Канализация с части поселка идет по полям фермерского хозяйства. Вот здесь она выходит. Дальше идет по полям опять фермерского хозяйства. Дальше во враг и напрямую в речку Любовка. Комплекс очистных включает в себя несколько отсеков. В одном из них провалились полы. По словам Сергея Бармашова, сюда прибегают играть дети из поселка. О том, что может произойти, если ребенок сорвется, внизу нет поручней, за которые можно зацепиться, остается только предполагать. И какое-то время ситуация не изменится. Капитальные вложения на реконструкцию или модернизацию данного объекта не представляются возможным. После передачи в муниципальную собственность этого имущества будет разработано концессионное соглашение, будет отобран концессионер на основании конкурса. О сроках, когда эти очистные сооружения будут вообще полностью выведены эксплуатацией, я вот пока сказать не могу, потому что на сегодняшний день нет долгосрочных параметров регулирования имущества и еще не собственности муниципалитета. В нижней части река образует Любовское водохранилище. Из него вода через плотину попадает в Шацкое водохранилище. То есть загрязняется огромная площадь водных и земельных ресурсов. Пока нечистоты продолжат течь, положение останется прежним. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы.